Всем привет! Это Redmi Note 12. Сейчас я покажу, как правильно обновлять на нем прошивку. Дело в том, что не все знают, что у Xiaomi есть два способа обновить прошивку смартфона. Ну, как минимум, два способа, которые самые популярные, самые распространенные. Но чаще всего люди пользуются, особенно те, кто не сильно вникал в эту тему, пользуются самым простым способом. Они заходят в настройки, они берут, нажимают о телефоне и нажимают тут же на кнопку обновить или заходят сюда и нажимают на загрузить обновление. Они даже не задумываются о том, какие страшные последствия могут быть, если обновление станет криво или обновление имеет какие-то проблемы. Дело в том, что Xiaomi предупреждает, что, например, вот это обновление, оно занимает 452 мегабайта. И, конечно же, для того, чтобы это обновление подготовить, они берут из общей прошивки, выпиливают то, что они там сделали нового, делают это таким специальным файлом, который как раз и занимает нужный объем и выгружают в облака, чтобы вы могли получить вот такое обновление. Не всегда эти данные безошибочно и точно делаются. Не всегда эти данные четко проверяются персоналом и допускаются ошибки. Что делать, чтобы таких ошибок не было и они не появились на смартфоне и все работало хорошо? Гораздо меньше ошибок появляется, если в Xiaomi разработчики делают пакет полной прошивки. Полную прошивку можно скачать, сейчас покажу как. Но вот когда полную прошивку вы скачиваете, почему там меньше будет ошибок, скорее всего? Да просто потому, что эти полные прошивки используются также и для прошивки в сервисных центрах. Понимаете, вот такими кусочками никто нигде не прошивает. Если вам принесут в сервисный центр официальный Xiaomi смартфон и вам нужно будет его прошить, то подключается к специальному софту, к компьютеру настроенному, подключается смартфон, скачивается уже готовая полная прошивка, которая занимает не 500 мегабайт и даже не гигабайт и даже не 2. Так вот, и эта полная прошивка уже ложится на телефон. И для того, чтобы сервисные центры могли грамотно все делать, то там, конечно же, проверка идет жесточайшая. А когда такие вот куцы и прошивки прилетают, тут проверка не всегда качественная. Итак, как нам сделать, чтобы скачать полную прошивку? Давайте нажмем на три точки и вы увидите, что здесь есть пункт «Скачать полную прошивку». Понимаете, да? Нажимаем «Скачать полную прошивку» и он нам сразу показывает, что эта прошивка уже, эта же прошивка уже будет занимать не 500 мегабайт, а 3, 3,5 и даже иногда 4 гигабайта. Да, вам потребуется больше трафика, если у вас мобильный интернет. Да, вам потребуется больше времени, но такие прошивки гораздо меньше имеют ошибок и проблем. Поэтому я рекомендую скачивать полную прошивку и только после этого обновляться. Еще я рекомендую зайти в дополнительные настройки. Смотрите, нажимаем сюда и быстро нажимаем на 14, вот так много раз. Дополнительные возможности включены. Вот теперь мы нажимаем на три точки и посмотрите, какой большой список у нас здесь появился. Я рекомендую, если вдруг у вас нет возможности получить этот пункт, скачать полную прошивку, проделать эту манипуляцию. Как правило, скачать полную прошивку можно после того, как вы включите дополнительные возможности. Еще один момент, когда мы заходим вот сюда в обновляшку, нажимаем настройки, то здесь у нас есть такая штука, как раннее обновление. Отключите, чтобы у вас был неактивный ползунок. И еще загружать автоматически и устанавливать тоже отключите. То есть все должно быть у вас выключено. Почему? Да просто потому, что иногда Xiaomi выпускает прошивку и даже полную, но потом ее отзывает, откатывает. И перед тем, как вам эту прошивку скачать и установить, погуглите, почитайте отзывы, посмотрите, что вообще она из себя представляет. Если вдруг с ней проблемы, то не устанавливайте ее, понимаете, да? А потом смотрите, ее и откатили, а через время выкатили уже более стабильную. Поэтому, чтобы у вас было меньше проблем, первое, это скачивайте и устанавливайте полную прошивку. Второе, отключайте полностью все автоматические обновления, ранний доступ. И перед тем, как что-то скачивать и устанавливать, гуглите. Смотрите, если нет информации, просто не рискуйте. Ну, тем более, если у вас смартфон рабочий какой-то, важный. Если для вас смартфон это просто игрушка, гаджет, аксессуар, то без проблем можно играться, устанавливать. Ничего страшного, там с другими обновлениями что-то поправят. Всем хорошего настроения, кому интересно и полезно было видео, не забудьте поддержать. Ссылка на этот аппарат по лучшим ценам будет в описании к этому видео. Всем пока!